Да, здравствуйте. Илья Сергеевич, здравствуйте. Радио 1. Готовы к нам присоединяться? Да, конечно. Да, всё. Мира к вам обратиться. Я вас переключаю. Давайте. Ярополк, ветеран подразделения Альфа-центра специального назначения ФСБ России, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск, Илья Шадриков. Илья Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, что было на уроке? Ну, это был первый урок довоенной подготовки. Мы решили вместе с моей командой сделать абсолютно бесплатные занятия, точнее, бесплатные, даже, скажем, курсы для всех жителей Красногорска. Как правило, именно 18+, то есть, образно говоря, мобилизационного возраста. И на первом занятии оно было преимущественно, всё-таки, наверное, вводное. Я рассказывал, что мы планируем делать в дальнейшем. Вот. А так затронули разборку-сборку автоматов, рассказали немножечко вообще о баллистике пуля, как пуля себя ведёт при выстреле из автомата. И уделили небольшой момент с точки зрения тактической медицины, это артериальное и венозное кровотечения и правильность наложения жгуда. Когда будет следующий урок? Следующий, ну, смотрите, ну, всё равно уроки будут два раза в неделю. Это по средам с трёх до пяти и по субботам, ну, где-то с часу или с полвторого до полпятого. То есть, в среду всегда будет два часа, а в субботу будет три часа. Всегда будет две или три учебные точки. Вот мы планируем, наш клуб максимум может принять 120 человек, то есть 120 человек делится на три группы, и каждая группа работает по 50 минут, 10 минут перерыв. И переходит, соответственно, с точки на точку. То есть, темы будут различные. Допустим, завтра у нас урок будет, это непосредственно правильность, как правильно держать автомат. Потом где-то придёт специалист по минно-подрывному делу, начнут где-то сочетать, и приедёт уже врач с боевым опытом, будут тоже что-то рассказывать. Ну, так поэтапно всё это будет происходить. Я просто понимаю, что, конечно, какой-то континген будет постоянно приходить, а какие-то будут приходить, уходить. Но я сразу предупредил всех, что темы всегда будут повторяться. То есть, не каждый урок, но всё равно будут повторяться. А так, через несколько месяцев планируем выйти уже на практическую подготовку. Это отработка тактики в здании, в заброшенном, с элементами страйкбола. То есть, если получится договориться со стрельбищем, чтобы они почувствовали, что такое именно стрельба. Но наша задача именно до стрельбища сделать всё возможное, чтобы они понимали и, так скажем, передержали автомат, чтобы для них это было, знаете, как зубная щётка. То есть, два раза в неделю мы будем стабильно давать им автомат. То есть, там, по-образному говоря, если без перерыва, они будут его держать полчаса. Но не просто держать, а что-то с ним постоянно делать. А экзамен какой-то будет? Ну да, будет не то, что экзамен, будут зачёты до того, как допустить их до практики. То есть, да, обязательно будут созданы. Это не только, чтобы допустить их до стрельба, а, в принципе, вообще до практических занятий за пределами клуба. То есть, в клубе мы рассматриваем всё равно большую часть теории и какие-то элементы практики, так скажем, да? То есть, переходы, правильность, как правильно держать автомат, оружие. Не только оружие, в принципе, но и гранаты. То есть, для этого очень достаточно, очень много нужно материально закупить. У нас в клубе что-то есть, но администрация Красногорска сама в этом заинтересована, чтобы Красногорск нам помог. Также у нас есть ещё несколько других меценатов. Это фонд имени Сергея Михеева, который тоже подключается, чтобы всё это приобрести нам. Вот, надеюсь, как говорится, с помощью всех мы приобретём, потому что материальная база, она нужна. К тому же, ведь, знаете, занятия-то бесплатные. Мы тут на этом не зарабатываем, чтобы потом на эти же деньги что-то там купить. Нет, они абсолютно, с учётом, образно говоря, боевого опыта. Но тут самое главное, знаете, говорю, акцент такой, что не приглашать людей, чтобы они читали что-то по методичке. Мы, самое главное, приглашаем именно людей с боевым опытом. И слушателю намного приятнее, когда человек рассказывает какие-то жизненные ситуации из своего жизненного опыта. То есть, в принципе, у меня тоже боевый опыт есть. Я вот рассказываю, что у меня было, как было. И слушателю всегда вот именно они чувствуют и пронизываются именно тогда, когда человек с боевым опытом рассказывает. Сергей Сергеевич, а где-то кроме Красногорска планируете что-то подобное получить? Ну, это, вы знаете, всё зависит от финансирования. Если, как сказать, правительство области, я думаю, будет заинтересовано в этом, естественно. Я так думаю, будет бюджет какой-то. Тут самый главный момент – это помещение. Но, нет, людей на энтузиазме можно найти, чтобы они всё это бесплатно преподавали. Но материально-техническое оснащение, оно должно быть. Людям будет ведь тоже это неинтересно. То есть, если они будут приходить, им будут постоянную лекцию читать. Во-первых, на лекции должны быть постоянно макеты, не говоря уже про какие-то практические моменты. Боевой автомат – это, понятно, там на стрельбище получается. А тут – это вот элементы в здании. Это страйкбольное оружие. Это либо покупать, либо арендовать. Это покупать минимальные радиостанции, что-то ещё, что-то ещё. Тоже там выкладываем урок, то есть, тему урока, чтобы те, кто отсутствовал на занятиях, могли в интернете изучить и посмотреть, какая была лекция и что они пропустили. Сейчас достаточно записаться. Но я так понимаю, через несколько занятий, скорее всего, мы сделаем за день именно запись. Как только цифра превысит количество 120, тогда мы будем уже отказывать. Но запись будет постоянно на каждое занятие. Потому что один человек придёт, он придёт, а другой он может прийти через две недели. То есть, место всегда будет освобождаться. Самое главное – позвоните по телефону 8495-562-4226. Спортивно-патриотический клуб «Ярополк». Нас девишь сила, слава, долг. Поэтому ждём всех желающих. Ну, конечно, если честно, я больше делаю всё равно акцент на красногорцев. Потому что я родился в этом городе. Я люблю свою малую родину. Мне хочется, чтобы именно с Красногорска большая часть приходила. Ну, конечно, будут приходить люди из других муниципалитетов. Я, конечно, отказывать им не буду. Спасибо, Евгений Сергеевич. Директор… Директора… 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 Альфа… Да, как-то… Как-то… Вот, короче, прямой эфир с радио «Р1» закончился. Спасибо.